Блиц-ответы, ну блиц просто, блиц. Все мы спешим, все мы торопимся, все мы... Это поэтому блиц. Вопрос. А можно голодать на соках? Я рекомендую вам почитать мою книгу «Голодание в лечебных целях». Там собраны не только мое мнение, мое мнение там в конце, а там собраны, как голод понимают, понимали самое лучшее светило по этому вопросу, которые разбирались, то есть ученые и так далее, и так далее. Поэтому никакого голодания на соках нет. Кто хочет углубленно ознакомиться, пожалуйста. Библиотеки выложены бесплатно, можете приобрести, если хотите. Поэтому никакого голодания на соках нет. То есть у вас не произойдет переключение на те механизмы, которые раскрывают голодание. Так, конечно, вы там почиститесь. Ну что делают соки, то и не сделают. Кстати, кто хочет по сокам повышить свои знания, пожалуйста, у меня есть книга и по сокам, я там ее вставил, по-моему, про питание. Так что вы все можете почитать, узнать. Соки могут одно сделать, но то, что делает голод, они, конечно, не сделают. И в зависимости от ситуации, конечно, вы можете применить то ли сокотерапию, то ли голодание. Я применял и то, и другое. И очень доволен. Голодание, конечно, это вещь такая для нас неприятная, непривычная. А вот с помощью соков оздоравливаться, о, отличная вещь. Лишь бы вы достали все эти овощи, фрукты и не ленились их давить на сок. Так, далее, от рассо до завтрак. Виктория, видео длинное, нудное. Может и поможет, может и поможет. Пила я некоторое время, не чувствовала изменений и перестала пить. И я пил некоторое время. И я не чувствовал особых изменений. И я перестал пить. Видите, как, Виктория, мы с вами созвучны. Но с медом будет лучше, приятнее. Да, с медом будет лучше. Это как раз напиток наших славянских богатырей. Попробую снова. И я попробую снова при случае. Но очень долго рассказывайте. Можно было за две минуты, а не прогулки по парку. Это еще до карантина. Это еще до карантина было снято, задуло. Некоторые вещи требуют тщательного изложения. Есть, конечно, если так, просто вот так вот соду вам сказать. Да, все, бах, и все, сода. А вот если разжевать, чтобы вы поняли, чтобы, в конце концов, в первую очередь, я понял, как сода работает. Что это не просто там ощелачивает, там закисляет, как вот это вот голову нам забили. И все мы тут... А совсем другие вещи. Более глубокие. А вот в этом-то надо разобраться. А вот здесь-то должно быть знание. Вот хороший отзыв Ирины Соловьева. Люди забыли про полынь, пижму, прополис. Я недавно простыла. Лечилась без лекарств. Промывала нос перекислю 3% на полстакана, 10 капель. И добавляла щепотку соли. А также полоскала горло этим раствором. И капала по одной капле сокочистотела, настоянную на водке. Пилонастойку прополиса на 1 стакан воды, 1 чайная ложка, плюс 3 капли льволя, плюс щепотка эмбиря и кукурмы. Отлично. Вот они прекрасные рецепты, которые не вызывают побочных каких-то этих самых отклонений организма. Работают великолепно. Никто к ним не привыкает, ничего не действует. Так, вот Ирина Соловьева. Как вы относитесь к Болотову? Он все говорит, что надо закислять кровь, не умывая. Он говорит, что надо защелачивать. Ваше мнение по бальзаму Болотова? Не знаю я бальзама Болотова. Насчет этого я уже отвечал. Кровь имеет свои стандарты. Которые организм держит вот так вот, вот цепился и держит. Смещение там на какие-то доли в одну сторону, в щелочную или там в это. Это уже для организма, будем говорить, алярм, тревога какая-то. Поэтому он все это держит. И вот это все, щелочные и эти, это все, как бы сказать, не тот подход, который нужен. Нам надо, чтобы кровь наша была нормальная. Но это не значит, что надо защелачивать, закислять и так далее. То есть кровь нормальная делается от продуктов естественных. Будем мы естественные продукты потреблять? Будем мы какую-то соблюдать там пропорцию между там овощами, там фруктами и, допустим, крахмалами, белками. Значит, будет все нормально. В основном это хотя бы 50% употребляемой пищи. Пускай это будут сырые, либо тушеные какие-то овощи. И блюда на их основе. Но желательно целые. И потом все остальное. И меньше рафинированное. Вот это все, что надо. Если вы хотите узнать более подробно о питании, я им занимался долго, нудно. И изложил вот в таком вот труде золотые правила питания. Опять-таки, почитайте в библиотеке. И все начинается. Мое повествование не еще так закисляем и щелачиваем. А сначала, как устроен желудочно-кишечный тракт. Какие в нем идут процессы. Вот с чего надо начинать. Так, напишите, на какой фазе Луны лучше начинать очищение организма. Вторая, четвертая фаза. Также могли бы все это почитать и узнать более подробно. Так, опять Ирина Соловьева. Что лучше, сушить чистотел или делать настойки. Спасибо вам. Очень приятно вас смотреть. Доброе здоровье. Смотрите. Сушить чистотел или делать настойки. И то, и другое. И в том, и в другом случае идет некая потеря. Биологически активных веществ, которые содержатся в чистотеле. Но говорят, что настойки более сильные, нежели сушеная трава. Хотя, ту же настойку можно сделать и с сушеной травой. Поэтому, в зависимости от того, с какой целью вы хотите применять чистотел. Допустим, наружно там, или там внутрь. Весной, летом или зимой. В зависимости от этого вы и поступаете. Но, со своего, так сказать, настойка будет сильнее действовать, нежели чистотел сушеной. Так, Ирина Капкова. Сегодня смотрела прямой эфир Артура Ситы. Он вас порекомендовал в ответе на вопрос о питании. Здорово. Дай бог подписчиков прибавится. Вы знаете, что я вам хочу сказать. Как бы сказать, без ложного пафоса. Я сделал одну из лучших работ, если не самую лучшую, по питанию. Я вам еще покажу ее. Сколько там времени? Вот она книжка «Золотые правила питания». И те люди, которые хотят серьезно знать о питании, и ее изучили, те, естественно, говорят, что, вы знаете, мы читали и Шелтона, и там Брега, и много других других. Но такого труда, потому что я, опять-таки, говорю, я для себя все это пишу, разбираюсь тщательно, что, что и как. Такого не встречали. Ни по голоданию, ни по питанию, ни по некоторым другим вещам. Вот смотрите, вот тема первая. Пищеварительная система человека. О! Раз! Сначала введение в науку питания, некоторые философские рассуждения питания человека, потом физиология пищеварения, устройство, что как устроено, т-т-т-т-т-т. Практические рекомендации по нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Тема вторая. Взаимодействие пищи с организмом человека. Вот они все ваши ответы на вот это щелочное-кислотное. Уже задолбали меня вот это кислотное-щелочное. Ерунда какая-то с этим. Люди запутались и не разбираются, и не хотят разбираться. И по-прежнему все это они повторяют. А вопросы такие вот в этой теме. Как создается пища? Состав пищи, энергетические поля, вода, белки, углеводы, потом жиры, витамины, вред искусственных витаминов, минеральные элементы. Далее такой вопрос идет, разрушение пищи. С чего она начинается? Она начинается с энергетических полей, вода, белки, жиры, углеводы, витамины, энзимы, минеральные элементы и падение энергетического потенциала пищи. Что еще как происходит? Четвертое. Вредные последствия вареная и неправильно потребляемая пища. Откуда забыть, они берутся? Того наили, вот это вот ерунды. Далее. Правильное сочетание продуктов. Различные разъяснения по питанию. Посуда для приготовления здоровья пищи. Так. Тема 3. Информационно-энергетические влияния пищи на организм человека. Так, я кратко тут читаю. Тема 4. Пищевых продуктов и блюдок из них. Хотите знать? Вот книга, которая изложена бесплатно. Я уж не говорю, что такую книгу там надо продавать и так далее. Вы знаете, вот что даром достается, то вообще и не ценят. Вы знакомы с книгой Вадима Сделанта? Чистопитание. Нет, не знаком. Так, дальше. Ольга, какими курсами по предложительности? Две недели и все. А вообще, какие травы или керосин постоянно? Менять составы и так далее. Тут еще компьютер норовит. Знаете, выпендривается. Вот я поставил его на то, что я видел хорошо. Увеличил. Нет, он потом переключает вот на такое вот. Это комментарий к дому. Нет, я не читал Вадима Сделанта «Чистопитание». Значит, можно из питания вот выделить какую-то часть, как вот из этой вот книги. Вот мы к ней возвращаемся. Я тут могу выделить любую часть. Питание соками, питание сырой пищи, питание вареной пищи. Потом с позиции такой-то, с позиции такой-то, с позиции пятой-десятой. И написать. И это для вас что-то будет новое. Да нужны основы. Основы нужны. С самого начала вообще-то начинать. Что мы питаем? Мы питаем клетку, понимаете, клетку. А далее вот, а почему вкусы в пище? Кто бы мне это ответил? Зачем вкусы нужны? Пожалуйста. И этот вопрос. И это не столько мои знания, как собранные мной, обмозгованные и выданные. Почему так и так это? А не просто так. А то, ну, чисто питание, ну, чисто питание, ну, чисто питание. Вот такое вот. Так. Тайное изделие. Мне очень важно знать ваше мнение. Для меня это совет здорового человека. У меня онкология. Что касается онкологии. По онкологии. Понимаете, вот я в свое время, мне было много интересного. Я написал и книгу по онкологии. Пожалуйста, заходите там в библиотеку. По-моему, она выложена в библиотеке. И читайте по онкологии. Что, что, как. Что я знал, то я написал. По крайней мере, вы там будете знать, сколько я. А я в свое время поинтересовался лечением ядами, лечением там маслом с водкой, лечением там, допустим, там, грубо говоря, там каши, лечением соком, лечением голодом, лечением там еще. И так далее, и так далее. И что еще, чтобы, понимаете, не одно было, вот некоторые, ага, сделаем там химиотерапию, там, и так далее. А дальше, а как выходить там, а еще что-то там, надо еще что-то. А человек поменяется, не поменяется. То есть, ничего такого нету. А потом, так, какие курсы, продолжительности, две недели, какие травли, керосин, постоянно у меня состав. Я рекомендую, значит, вот, вот эту вот книжку. Я бы вот сказал, это я написал, моя книга. Не там собраны, вот, специалисты по естественному оздоровлению, которые занимались лечением онкологии. И вы можете все это дело подчеркнуть для себя. Задача канала, это я в основном про себя расскажу, просто что-то сказать, и если вы хотите что-то углубленно узнать, я только раз вас, допустим, к основам здоровья. И вы вообще будете знать, курс целый, как себя оздоравливать. Либо там лечить, потому и по-моему, вот книги, читайте, кумекайте, применяйте. Как быть с хлебом, употребляли его или нет, обычный дрожжевой хлеб. Ем, понимаете, ем я, ем я обычный дрожжевой хлеб. Не заморачивайся. Если хотите заморочиться, да, и знать мое мнение, без дрожжевой, конечно, будет лучше. Есть дрожжи там термофильные, есть дрожжи не термофильные, естественно, там нахмельные, там, пожалуйста. Кстати, здесь же про хлеб, тоже разжеван этот хлеб, как сделать хлеб лучше, и так далее, и так далее, и так далее. Короче, как некоторые говорят, вы там что-то там есть такое, я уже забыл то, что вы только знаете. Вот, я уже забыл то, что вы знаете. А некоторые знания, я не знаю, сколько лет, с какими людьми, имею, они еще не родились, а уже были написаны эти книги. Читайте, это же для вас. Так, как научиться прорабатывать негативные мысли, я уже даже расскажите, например, письменно или в голове. Вот тут кратко я отвечу. И эта тема там, проработки есть. И я очень много рассказывал, вот в этих вот как раз видео, когда я иду гуляю, я как раз рассуждаю, как, что и так далее. Просматривайте видео, вот смотрите, 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 смотрите. Вот я раньше так поступал, начинаю что-то изучать, какая-то тема незнакомая, книга попадается только раз, ее всю читаю. Потом на эту тему другая книга. Ага, а где-то материал уже начинает пересекаться, уже меньше. Ага, третью еще меньше, ага, четвертую меньше. И так книг 10 только раз, и у вас выкористовало свое знание, и лишнее отбросилось. Вот так точно будет и про мысли не в раздражении. Эта тема далеко непростая, эта тема сложная, эта тема касается каждого из нас. Причем на любой стадии нашей жизни в детском возрасте, в зрелом возрасте, в пожилом возрасте находят такие, как бы сказать, ситуации, создаются, которые все равно затрагивают человека, дабы, чтобы он проявил, насколько он созрел в духовном плане. И, кстати, в онкологии там как раз есть такой раздел, когда один лечился от онкологии, и он как раз занимался проработкой вот этих вот мыслей. Прощение. Можете почитать. Так, тут идут ссылки на коронавирус. Пожалуйста, читайте. Утро сода завтрак, мед лишнее, лишнее. Утро сода в смысле мед с содой. Ну, это ваше мнение. Вообще-то, мед это конь, который ту же соду разнесет по всему организму. Так говорили древние. Ну, я кратенько, так сказать, с вами поговорю. Видите, сижу тут, изучаю, делаю, то, все, пятое, десятое. Книжку вот, совсем недавно прочитал. Целую книжку. Давно написал вот такую книжку. А чтобы такую книжку написать, знаете, сколько надо прочитать? И опробовать! Кстати, у нас уже 25 тысяч подписчиков. И потихонечку все это дело растет. Ну, и, как говорится, и дай бог. Хотя просмотры были практически под 15 тысяч. 1 апреля 14 1811. А сейчас спустились до 4037 просмотров. за 12 апреля. Вот и весь интерес. Вообще, знаете, почему знания по здоровью такие нужны? Не будете знать. Вот сейчас, как бы сказать, нам все твердили, 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 твердили. Медицина, наука. А когда все это коснулось вот сейчас, данной ситуации, и медицина, и наука, ручки мойте, это вы чё, 21 век, и мыть руки, это говорит о том, что и то, и другое, занимались какими-то своими вещами, но только и тем, чем надо. Не для человека, для его там здоровья. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс, моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.